Дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим произошло в республике накануне вечером. Около 9 часов в Чамзинском районе столкнулись ВАЗовская семерка и мотоцикл Хонда. Сегодня в 20.40 я двигался к поселку Комсомольский, в сторону города Ордатов. Неожиданно для меня на проезжую часть выехал с обочины мотоцикла Хонда, не указав при этом левый поворотный сигнал. После чего я не успел среагировать и произошло столкновение. В результате водитель мотоцикла получил различные травмы и был доставлен в больницу. У него взята кровь на анализ. Водитель автомобиля треск. Шесть батарей отопления украли из недействующей Куликовской школы два жителя Мордовской глубинки. Увезти им удалось не все, еще три батареи попросту не поместились в автомобиль. Похищенный мужчина сдали на металлолом, выручив около 4 тысяч рублей. Также уголовное дело возбуждено дознавателем отделения полиции номер 11 по обслуживанию Ельниковского района, ММО и МВД России Краснослободский. Механизатор предприятия с территории организации, в которой работает, перекинул через забор 10 чугунных труб и вывез их на тракторе. На следующий день похищенные трубы мужчина продал за полторы тысячи рублей своему знакомому, который планировал построить из них ограждение для своего участка. Предприятие оценило ущерб с 25 тысяч 550 рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Более 160 тысяч рублей на счета мошенников перевела 48-летняя жительница Дубенского района. Обратившись в полицию, женщина сообщила, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Собеседница представилась сотрудником банка и рассказала, что с карты потерпевшей злоумышленники пытаются списать деньги. Чтобы это предотвратить, их необходимо было перевести на резервный счет. Поверив в легенду, потерпевшая сначала сообщила реквизиты своей банковской карты, затем код, пришедший в СМС-сообщение. Сразу после этого с ее счета были списаны 34 тысячи рублей. Собеседница смогла убедить потерпевшую, что таким образом деньги переведены на резервный счет и будут возвращены владелице в течение двух дней. Нужно лишь дополнительно внести 5 тысяч рублей. Чтобы снять их, гражданка отправилась в местное отделение банка. По пути ей снова позвонили с неизвестного номера и предложили оформить в банке кредит. Поскольку потерпевшая имеет безупречную кредитную историю, ей была одобрена и сразу же выдана сумма в 650 тысяч рублей. Эту сумму лжеработница банка попросила перевести на указанные ею номера телефонов. И поскольку банкомат в отделении был неисправен, потерпевшая вызвала такси и поехала в банк, расположенный в одном из соседних районов. Следуя указаниям злоумышленницы, она перевела на указанные номера телефонов 129 тысяч рублей. В какой-то момент банкомат перестал принимать купюры и только тогда потерпевшая обратилась за помощью к реальному сотруднику банка. После разговора с которым она поняла, что ее обманули, а деньги ушли на счета злоумышленников. Напоминаем, сотрудники финансовых учреждений никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону. И уж тем более не предлагают перевести деньги на резервные счета. Следственным отделом отдела полиции номер один у МВД России по городу Саранск окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Как установлено в ходе предварительного следствия, 16 марта около 10 часов утра обвиняемый в подъезде многоквартирного дома дождался работника государственного учреждения. Используя в качестве оружия нож, он пытался похитить денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей, предназначенные для выдачи гражданам. Услышав крики потерпевшей, из одной из квартир выбежал мужчина, который задержал нападавшего. В районе 9 часов утра я был у родственников по улице, по проспекту «70 лет октября». Услышал в подъезде женский крик о помощи, выбежал. Женщина сказала, что на нее напал мужчина. Но она шла по лестнице сверху, с верхнего этажа на нижний, а он поднимался, он ее пропустил, и получается сзади ее спину в районе лопатки ударил ножом. Я побежал вниз, я побежал за ним, задержал ее. На крики потерпевшей вышли из своих квартир еще несколько людей. Они помогли скрутить обвиняемого и вызвали полицию. Свою вину он признал полностью. Расскажите, почему вы здесь находитесь? За что вас задержали? За попытку. За разбой нападение. Из какой цели у нее напали? Забрать денежную систему. А что сподвигло вас на совершение? Безусходность, долги, ни жилья, ни работа, ничего. Сейчас задержанные находятся под стражей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. 28 ноября прошлого года в дежурную часть отдела полиции номер 3 МВД России по городу Саранск поступило сообщение об обнаружении в одном из домов по проспекту Ленина с множественными колотыми резанными ранами в области шеи и рук тела 69-летнего хозяина квартиры. О совершенном преступлении в полицию заявили соседи потерпевшего, которые заметили, что мужчина в течение нескольких дней не выходит из дома. Следственным судом установлено, что с 22 на 23 ноября 2019 года осужденный находился в гостях у 69-летнего жителя Саранска, который проживал в квартире дома по проспекту Ленина. Мужчины распирвали спиртные напитки. Когда спиртное закончилось, хозяин стал прогонять своего гостя из квартиры, на что осужденный разозлился. Между ними на этой почве произошла ссора, и в процессе выяснения отношений он нанес потерпевшего несколько ударов ножом по различным частям тела. После чего перетащил тело убитого из комнаты в туалет, чтобы его нельзя было увидеть через окно квартиры, которая располагается на первом этаже. После этого с места преступления скрылся. Тело убитого через несколько дней было обнаружено местными жителями, которые сообщили в правоохранительные органы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти погибшего явилась обильная кровопотеря. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал частично, поясняя, что убивать своего знакомого он не хотел. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова